Один ребенок хорошо, а 34 лучше. Где свои дети, где приемные, неважно, рассказывает Валентина Чекмарева. Все родные. Самым старшим представителям семейства доверили нести олимпийский факел. Готовились со всей ответственностью. Ну как готовились? Мы как бы все спортивные ребята, а вот мама у нас бегала каждый день до 18 этажа, три раза туда и обратно каждое утро. Вниз на лифте, но наверх обязательно пешком. Нет, я немножко занялась собой, схуднула, сбросила, чтобы мне было полегче. Да, немножко я занималась собой и бегала, да. В общей сложности семья Чекмаревых насчитывает 50 человек, включая внуков. Рассказывают, все как один, дружная команда. Всегда есть к кому обратиться за помощью или поговорить по душам. Встречаются члены семьи довольно часто. Ну это шутка ли? 35 дней рождения в году. Да. А месяцев 12. Да. Профессиональные Чекмаревы занимаются бальными танцами, но от спорта недалеки. Мы в волейбол играем, мы на лыжах бегаем, на коньках катаемся. То есть в принципе спорт это у нас нормально. Мы с детства этим занимаемся. Олимпийский огонь Чекмарева решили нести по очереди, чтобы никому не было обидно. Но первый факел взяла в руки мама. Олимпийский символ останется у Чекмаревых. На семейном совете факел решено было выкупить за 13 тысяч рублей. Это может сделать каждый участник эстафеты Олимпийского огня. Мария Ваткина, Владислав Манин. События.